Тем временем столичные барышни, кажется, подустали от бессмысленных хождений или потеряли координатора. Такое впечатление сложилось у съемочной группы, которая сегодня работала на субботнем женском марше. Бродилки явно затухают, дамы смягчили пыл, надоели эти испорченные выходные жителям столицы. Наши журналисты собрали яркие моменты сегодняшней, в кавычках, прогулки, и адекватность некоторых ее участниц вызывает вопрос. Сегодня девочки планировали провести репетицию инаугурации Светланы Тихановской, но как-то сначала не заладилось. Телеграм-каналы написали, что сбор на площади Победы, но в последний момент сделали ставку на Комаровку. Наверное, борщ важнее. Скажите, пожалуйста, как это к таким походам женщин по рынку? Это отвратительно. Я это не воспринимаю. Я за нашего дорогого президента, и это я не воспринимаю. Кому-то с проделаком жить, ради бога, пускай живут. Какие проблемы. А вы кого представляете, извините? Главный пользователь канал. А, БТ? БТ. Не желаю с вами общаться. Почему? Альтернативное мнение. Все же говорят о том, что... Меня БТ не интересует, извините. А кто вас интересует рассказать? Меня интересует Белсад. Где ваша совесть? Где ваша совесть? Про вас? Про вас? Провокатор? Взяли самоутвердиться. Провокатор? Они провоцируют, конечно. Не надо говорить. Не надо, не оскорбляйте. Не надо. Вы меня снимали, я вас... Хорошо? Ну, потому что вдруг власть поменяется, будет с кем поговорить. Как вы относитесь к таким вот мероприятиям, которые... К революбе отношусь. Ну, как продажи вот в такие дни? Может, больше? Меня снимать не надо, вон. Рулюйте туда. Ну, то есть негативно, да? Да, негативно. Ну, только что закрыли. Я открыл ворота. Зачем закрыли? Зачем их надо было закрывать? Они приезде не открыты. Вы их поддерживаете? Кого их? Ну, вот эту массу, которая двигается... Нет. Вот именно эту нет. А кого поддерживаете? А Лукашенко поддерживаю. Да. БЧБ марширующая за демократию. Но оппонентов, слушаясь, отказываются. Говорите, истина рождается в споре. Но не всегда. Нравится закон, не нравится. Он существует, соблюдает. Все. А сказать нечего, так оскорбляют. Меня тыкают, тыкают. Вежливо демонстрируют. Жители, жители, столицы. Они как потенциально предатели. А этих, которые ходят туда-сюда, я, ну, это мое мнение, конечно, могильщики Белоруссии. Или гробовщики Белоруссии. Вот так ходят бесцельно. Я говорю, если вы ходите, так напишите лозунги, что вы хотите. Зачем туда-сюда так ходить? Чтобы весь мир видел, ради чего вы ходите. Я считаю, что раз не санкционированный митинг, да. Так это предусмотрено Конституцией. Собираться мирно. Так Конституция, значит, надо зарегистрироваться, как положено. Подождите, зарегистрироваться это уже придумали после. Самый главный закон в стране – это Конституция, в котором это предусмотрено без свободы. Статья 35. Свобода собраний митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающие в правопорядок и права других граждан Беларуси, гарантируются государством. Не нарушающие права других граждан. Просто такое впечатление складывается, что одна только одна точка зрения сегодня. Хотя всех кричат о демократии. Демократия. Ты в курсе, что вот это Russia Today? Ну, хорошо. Демократия отличает тем. Это Россия. Ну, это то же самое. На БТ сейчас российские пропагандоны. Вас по-другому не назовешь. По поводу того, что вы задали вопрос, что нарушает демократия, в том и заключается, что если большинство что-то выбрало другое, то той части населения, которая оказалась в меньшинстве, какое-то количество времени придется прожить с выбором большинства. Но другая сторона считает, что они сделали верный выбор. Как быть с этим? Кто прав? Ну, мы сейчас по количеству поддерживающих Александра Григорьевича и по количеству его не поддерживающих видим, что как бы позиции немного не равны. А вы считали? Просто они более молчаливые и стеснительные. Да, конечно. Сегодня состоялся традиционный марш, субботний женский марш. И вот не прошло и двух часов, как, можно сказать, сдулся, наверное, а девочка потеряли координатора. Говорят, свободы не хватает. И слово, и вообще гулять мешают. И государство неправовое. Но давайте для начала научимся маршировать по пешеходкам. А то мало ли, и виноватого девочки весь быстро найдут. Сегодня у женской толпы согласованности практически нет. Управленцы внутри кричат вперед, назад. Толпа практически неуправляемая. И вот сейчас вы видите, как они перебегали дорогу в неположенном месте. Почему не показываете правду? Я сама могу сказать людям, и они не будут на митинге ходить, меня послушают. Я уже тут авторитет. Покажите правду, и мы не будем ходить на митинги. Пожалуйста, БТ. Можно вам расскажите? Пожалуйста. Как может БТ прокомментировать то, что милиционер ударил девушку, которая потеряла ребенка? А вы знаете, что это фейк? Какой фейк? А у вас есть доказательства? А вы не знаете? А у вас есть доказательства? Покажите мне. Секундочку. Ладно, пуска идет. Все, понятно. Она зомбирована. Да, фейки, фейки. Все, все. Фейки, фейки. Тише, фейки. Она сама, наверное. Некоторые телеграм-каналы со скалом написали, что, мол, не все комментарии выдаем в эфир. Ради некоторых жалко эфира, потому что ничего свежего, да и законы нужно читать. Понимать причинно-следственную связь. Ну, раз настаиваете, пожалуйста. Неправда. Вы хотите сказать пару слов? Я хочу сказать. Вы что говорили? Я хочу сказать. Так вы что говорили? Можно? Давайте. Значит так. Не берите микрофон. А, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я каждую субботу выхожу на марши, потому что это марши моей совести. Я родилась в Минске. Здесь родилась моя семья, скажем так. Моя бабушка была партизанкой и освобождала Минск, понимаете? И поэтому мне очень больно, больно, что я ту свободу, которую бабушка, можно сказать, отвоевала от фашистов, я теперь ее потеряла. Я не могу спокойно гулять по городу вот из этих товарищей, можете вот снять их, а то вы потом другое что-то покажете. Вот из этих товарищей, которые просто так хватают женщин, понимаете? У нас в стране, в стране у нас, чтобы все это слышали, я знаю, что это вырежете, а у нас нету свободы слова, свобода воли и изъявления, у нас нету свободы вероисповедания. У вас есть свобода слова, вы говорите. Я говорю, спасибо, но я не уверена, что вы это покажете. И вы это не покажете. Свобода везде, на улицах. А вы не считаете, что про другую сторону? Нет, вот это свобода. Вот покажите, пожалуйста, вот это свобода. Женщину схватили, которая сидела и переживала за своего ребенка, ее тоже схватили. И это свобода. Мы покажем, мы взывали ее скоро. О, Боже. И еще один эпизод. Мы не кричали, мы ничего не делали, мы просто сидели. Что сидеть в городе нельзя. В СБТ, в СРТ? Перекрутите, покажете, пожалуйста. Да, я знаю, вы покажете, БТ. Я была здесь. Я сидела за одним столиком, а она за другим. Я боюсь, что мне станет плохо. Боитесь, что обстоит плохо? Может, скорую вызовут тогда? Если надо, вызовут без вас. Вы же оказываете протест. Я никакой протест. Я сижу. А вы меня проводите за стол, да? Ну, тогда, пожалуйста, пойду. Я, наконец, только скорая. Не надо скорая. Не надо скорая уже. Мы точно не нужна скорая уже. Вы отказываете от скорой? Я дойду. Пожалуйста, проходите в транспорте. В автозад ваш я не пойду. Берите отказываться. Меня не трогайте. Меня не трогайте. Вы же понимаете, что когда мать с дочерью приходят посидеть за столиком, то они не сидят поодаль и за разными. А в остальном – участие в несанкционированном мероприятии. Читайте законы. Ксения Лебедева и Александр Олешко, агентстватели новостей. Ксения Лебедева и Александр Олешко, агентстватели новостей.